Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в меню салат. Теплый. Хотя, признаться честно, я не понимаю, как блюда такого типа можно вообще называть салатами. На мой взгляд, это скорее закуска. Причем, закуска такая нажористая. Хотя, впрочем, всем известные оливье тоже салатом называют. В общем, короче, я приготовлю, покажу, а дальше вы уж сами определяйтесь, как правильно называть такое блюдо. Итак, мне понадобится фасоль, уже отваренная, красная, острый перец, колбаска, морковь, сладкий перец, красный лук, бальзамик. Короче, прочитайте все. Вот этот ингредиент. Острая сыровяленая колбаса. В данном случае это испанская чириза. Очень важен для сегодняшнего блюда. Впрочем, вам совершенно не обязательно использовать именно чириза. Подойдет любая сыровяленая острая колбаса. Ну, например, там, охотчик колбаски. Какую найдете, такую берите, в общем. Начну я с моркови. Салат этот придумался мне буквально вчера. Я его быстренько сварганил и понял, что результат вполне достоин ролика. Морковь нарезаю крупными кусочками, так, чтобы они совпадали, примерно совпадали по размеру с фасолью. Ну, просто эстетизма ради. И сразу надо отправить ее обжариваться на сливочном масле. Именно на сливочном. Тут важна его сладость. Ну, как и сладость моркови, конечно. А я еще чуть позже и сахарку добавлю. Следующий ингредиент – сладкий перец. Размер нарезки нужен примерно такой же. Я взял три разных по цвету. Ну, просто для красоты картинки. Да и вообще, на мой взгляд, для салата красивая подача важна практически так же, как для десерта. Так что обращайте внимание на такой момент. И про морковь не забываем. Жарю ее не до мягкости, а только до полуготовности. То есть, чтобы она слегка снаружи стала мягче, а внутри еще такая хрумтела. Такая хрум-хрум. Сейчас вот самое время добавить сахара и щедро плеснуть бальзамического уксуса. Да, лишняя влага выкипит, а вот кислота и ароматы останутся. В результате этой простенькой процедуры сахар моркови и тот сахар, что я добавил, карамелизуется. Все это смешается с ароматом бальзамического уксуса. Вкус сконцентрируется и чуть не заболтался. Пора добавить перец. Его надо тоже припустить слегка. И лук красный сладкий. Его нарежу крупными лепестками. И быстренько нарезать колбаски. Вот эдакими кружочками. Чириза у меня острая, с таким большим количеством паприки. В холодном виде я ее, признаться честно, не люблю. Но вот если ее поджарить, тут она раскрывается во всей своей испанской красе. И лук сразу же. При обжаривании из нее лишний жир вытапливается. Вкус становится еще более яркий. И получается просто песня. Причем важно не пережарить. Смотрите, какой натюрморт получается. Пора добавить фасоль. Она у меня уже готовая, отварная из банки. Так что достаточно просто прогреть. И салат почти готов. Почти потому, что надо добавить еще и остроты. Семена не удаляю, чтобы еще более остро было. Вот так. И в сковороду его. И сразу посадить. И вот сейчас надо пробовать и доводить до вкуса. Нужно сбалансировать соль, сахар, кислоту. Может быть перца еще добавить. Прогреваться осталось ему буквально 2-3 минуты. Так что все готовится. А вы пока основные этапы посмотрите для памяти. Для украшения надо еще свежей кинзы немного. Вот так. Достаточно. Все. Салат готов. Смотрите, какой. Сплошные углеводы. И чуть-чуть острого испанского белка. И немного зелени. Ну что, похоже это на салат? Или не очень? Есть его, как мне кажется, лучше всего теплым. А, какая красота. Что касается сочетания вкусов. Сейчас сообщу. Сначала вот эта вот морковка. Крамелизованная в сахаре и в бальзамике. Фасоль и кусочек перца. Это классно. Морковь сама по себе сладкая. А тут еще и с сахаром. Он еще в карамель превратился. И бальзамик. Такую яркую ноту. Кисловинную что ли создает. Просто супер. Кстати, вы знаете, может быть можно не только бальзамиком, но скажем, каким-нибудь яблочным уксусом и красным вином карамелизовывать. Тоже будет классно. Попробую в следующий раз. Так, колбаски кусочек. Вот она. Эта колбаска слегка поджаренная. Со сладким луком. С красным. Великолепно. Да, вот в таком виде, в поджаренном, чириза мне очень нравится. Нет, я еще должен этой морковки утащить. Какая морковка замечательная. Посмотрите на нее. Видите, какая красота. Я все-таки еще раз утащу. А здесь еще и острый перец тоже. Ммм, просто класс. Морковка снаружи мягкая. Внутри еще слегка похрустывает. Просто здорово. Ну что, берите этот рецепт на вооружение. Что это, салат или не салат, не знаю. Или основная закуска даже горячая. Мне кажется, это классно. И теперь мои стандартные спасибо. Самури спасибо за спонсорство и за возможность снимать настолько регулярно ролики и монтировать их. А вам спасибо за компанию. Всем пока.